Интервью с представителем компании Ата Саурта, Юсиф Магаевым, Юсиф Мярим. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вам сегодняшняя игра? Ну, в первую очередь я хотел бы воспользоваться случаем поздравить от имени Ата Холдинга и входящих в его состав всех компаний, в том числе Ата Саурта и Ата Травл, весь азербайджанский народ с наступающим праздником солидарности азербайджанцев всего мира и, естественно, с наступающим светлым, замечательным праздником Нового года. То, что касается моих впечатлений от игры, от финала пятилетия, то, откровенно скажу, и я думаю, что, наверное, многие меня поддержат, никто не ожидал такой замечательной, такой яркой, я бы сказал, даже искрометной игры от команды Старейшин. Признаюсь откровенно, я многих из составов данной команды знаю уже очень давно и знаю, насколько это сильные игроки, но даже при этом я ни в коей мере не ожидал такой красивой, слаженной именно командной игры, потому что каждый практически отвеченный вопрос, правильно отвеченный вопрос команды был красиво найден путем именно логических умозаключений, то есть не было того, что кто-то из состава команды знал изначально правильный ответ на поставленный вопрос, а они именно доводили путем обсуждения, и здесь, конечно, огромная роль и капитана команды, очень красиво сыграл господин Джабаров, игра была замечательная. Я думаю, что, наверное, на мой взгляд, это одна из самых запоминающихся, из самых красивых игр всего пятилетия, и, наверное, совершенно справедливо, что все так и сложилось на финале. При счете 5-3 в пользу команды Сантаков был спорный момент, когда ведущий мог засчитать и мог не засчитать ответ команде. Напомню, это был вопрос про Соединенные Штаты Америки, про Колина Паула. Скажите, каким должен был стать счет после этого вопроса, на ваш взгляд? Я считаю, что ведущий совершенно справедливо не засчитал этот вопрос, и самое главное, что господин Джабаров тоже полностью согласился с этим решением. Лично мое мнение было стопроцентным в пользу ведущего, в пользу того, что команда не дала правильный ответ. Почему? Потому что суть вопроса сводилась к тому, что Колин Пауэлл использовал блокнот сиреневого цвета, подчеркивая тем самым свою нейтральность по отношению ко всем родам войск, представленных на Объединенном комитете начальников штабов. И, естественно, наверное, ключевым моментом в вопросе был момент, который озвучил ведущий, что он не использовал блокнот ни синего, ни зеленого, ни белого, и никакого другого цвета. Вот на это команда не обратила внимания, поскольку Колин Пауэлл мог использовать и красный блокнот, там, я не знаю, или черный. И главная суть этого вопроса была нейтральность, которой придерживался Колин Пауэлл. Команда ответила, что это было как бы совокупностью всех этих цветов, что подчеркивалось сплоченность, единение. А это совершенно уже другая версия ответа. Поэтому совершенно правильно, что очко было не засчитано, и знатоки сами с этим согласились. Все было абсолютно верно. Скажите, гроссмейстер по итогам сезона так и не был выбран. А если бы ведущий адресал свой вопрос к вам, кого бы вы назвали главным претендентом и вообще претендентом на получение звания гроссмейстера по итогам пяти лет существования клуба? Вы знаете как, здесь у меня тоже было свое мнение. И мое мнение было совершенно идентично с мнениями господина Джабарова и с той кандидатурой, которую в конце предложил ведущий, то есть с кандидатурой Рошан Аскерова. Почему? Я объясню свою позицию тем, что действительно среди претендентов на звание гроссмейстера были замечательные, очень яркие игроки. Но, как правильно сказал господин Храдиди Традиции, правда выдвинув совершенно иную кандидатуру, звание первого гроссмейстера нашей национальной телеверсии должен был получить игрок, который внес наибольший вклад в развитие движения. И в развитие движения этого не только здесь, в Азербайджане, но и, конечно, во всем мире, поскольку МАК – это международная ассоциация клубов. Я считаю, что в данном случае кандидатура Аскерова вне конкуренции, потому что, наверное, ни один игрок не может похвастаться тем количеством различных регалий и популярности, в которой он пользуется. Просто для примера, поскольку если, скажем, озвучивать все заслуги и достижения как господина Аскерова, так и других претендентов понадобится очень много времени, я просто предложу такую свою версию, что, наверное, ни один из претендентов, а равно как и ни один из членов клуба, не имеет столько пародии на свой образ в различных юмористических проектах, причем не только в Азербайджане, но и, как правило, в России и за рубежом, как господин Аскеров. И это самый наглядный показатель его народной популярности. Поэтому здесь мое мнение было вот именно таким. Я, к сожалению, что очень принципиальная позиция господина Алоярова не дала возможности выбрать Грассмейстера и назвать его, вернее, дать этот титул господину Аскеру. Большое спасибо за интересное интервью, за очень вдумчивые и глубокие ответы. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с Днем Солидарности Азербайджан со всего мира и с Новым Годом. Спасибо взаимно. Всех благ. Всего доброго.